Ребята, меня доволен. Довольны их самоотдачей, их желанием. Вы сами знаете, наверное, какая обстановка сейчас внутри команды. Себя могу сказать одно, что что бы там ни говорили, какие бы слухи ни ходили, мы будем биться и будем биться до конца. И вот это все, что происходит, оно еще нас сделает еще более сплоченным. То, что по игре, конечно, еще много есть. Потому что я уже и раньше говорил, что многие ребята находятся в разных кондициях. Вот когда я приехал с чистого листа, играл тот же Курзу, сейчас попал в яму определенную, поехал в сборную, там не играл две игры, конечно, мне тяжело было, много ошибался. Есть, конечно, дисбаланс в команде, но я уже говорил, что я ребятами их самоотдачей доволен. А результат мог разный, мы могли проиграть там в два мяча и больше, могли и выиграть, поэтому я считаю, что результат закономерный. Спасибо. Есть ли вопросы? Передальщик Александр Львовин, Тибунаковым. Насколько вас удивило то, что так верхом часто играл сегодня Шахтер? Присядьте. Я поставлю. Ну ладно, только когда я сижу, а вы стоите, мне как-то не вдохнет. Как хотите, все для вас, чтобы он был где-то? Ну понятно, что, и опять же не хочу вдаваться в подробности судейского корпуса, вот, потому что понятно, что когда тебе многое дозволяется, многие решения неправильно принимаясь этим судебом, причем он трижды нас судит и трижды он судит безобразно. Ну, его поэтому и ставят на нас. Ну ладно, это мы проехали и джеб служить нельзя. Ошибаемся только мы, а суди же они не ошибаются. Ну это ладно. Они рассчитывали на Лаптево, на верховый единоборство, это им часто приносило результат. Вот, мы же хотели игру как можно дальше отвести от наших ворот. Вот, меньше давать прострелы, меньше стандартных положений, но опять же, я говорю, не так просто играть против. Еще и дополнительная, да, есть. Обычно против говорят, как против 14-ти, да, а здесь все 16-ти, поэтому ничего страшного. Есть еще вопрос. Скриптальевич, вы, наверное, завелись в минуте на 10-й, 12-й, когда пошла перепалка с помощником главного тренера. Нет, в первых я могу так сказать одно. Вот, помощники, они до того и помощники. Да, у тренировок, эмоции и все. А помощники они должны сидеть спокойно, анализировать, думать и... Ну, когда помощник начинает открывать свой рот и начинает там оскорблять, мне кажется, ну, это же не я начал. Не я же начал на него тявкать. Нет, я просто говорю. И когда после игры он подходит и спрашивает на меня, кто-то такой, вот. Я ему просто, он пришел, подошел типа, хотел извиниться или что. Я ему сказал, что это некрасиво. Ты помощник, мои помощники сидят и тихо, спокойно смотрят за игрой, записывают, и мы работаем. Ну, когда он начал, ну, хуже всего даже другое было, что... Он в наглую солгал, что я его, я не знаю, расистом или кем, я даже не знаю, кто он такой. Честно, не знаю, кто он, откуда он. Если вы посмотрите, там, в Шахтере, там, этих тренировок, там, не знаю, сколько это там, человек 10 или сколько там. Я думаю, что не все футболисты их даже по именам знают. Это не красит этого человека, который приехал сюда, в нашу страну, и он еще здесь начинает рот открывать. Причем лгать, нагло лгать их. Это наглая ложь. У меня он играет, смотрите, ребята, все симпатичные. Спасибо, есть ли еще вопросы? Дмитрий Сенек, Спортивная панорама, сегодня Шибецов оказался... Есть такая газета? Есть. Я уже пишу. Так, вопросы где в этом? Шибецов остался без заявки сегодня? Ну, мы ему дали... Ну, я понял, почему вы? Мы ему дали отдохнуть, потому что у парня непростая неделя, вот, и надо психологически его восстановить. Нельзя парня потерять его. Вот, и поэтому мы все-таки знаем, что будут много играть верховыми, верховые единоборства, много нас будут пытаться продавить. Мы поэтому выбрали более рослых защитников. Спасибо. Сегодня вы сыграли вторым номером. Это как? Ваша задумка, либо Шахтер так сыграл хорошо? Ну, я думаю, что, если бы Шахтер нам позволил, мы, может, и первым номером играли. Вот, но Шахтер туда валил, бежал, хорошо прессинговал. Я считаю, что у нас не всегда удачно получать выходы из... Если начали, мы, я считаю, неплохо, потом где-то просели. Вот, если брать второй тайм, то наоборот. Мы где-то в начале начали не очень, а потом перехватили инициативу, в концовке даже могли... Как бы так... Ну, это... Были эпизоды хорошие, чтобы забить и решить исход. Вот, в целом, игра такая была, я считаю, равных соперников. Каждый играл со своих сильных, как бы на своих сильных. Но, опять же, поверьте мне, что не очень просто против 16 играть. Когда упал сочивка, это чистый выход один в один. Человек подскальзывается, и судья свистит, находит нарушение. Ну, это... Кого надо. Спасибо. Ты, на самом деле, фута играл в следствии Стану. Сколько вы довольны его дебетом? Я доволен, что он серьезно отнесся. Я доволен, как он... Конечно, еще нету сыгранности. Очень сложно. Придусь, я его поставил в один, наверное, из таких самых сложных матчей с Шахтером. Потому что я знал, что у Шахтера очень... Защитники опытные, хорошие, но они хорошо играют вверху. Но их проблема – это скорбь. То, что нам... Ну, первый был эпизод. Фатай выходил один в один. Судья почему-то что-то придумал. Ну, не получилось у нас быстрых выбеганий за спиной. То есть он не успел... Где-то не было, может, последней передачи точно в того же. Вову Хвощинского, потом Соловья где-то не хватало. Ну, Урыш старался, но все равно понятно, что он еще не в лучших кондициях. Потому что я долго не играл. Я сразу, чтобы вы все вопросы... Давай, что-то 20. Еще парочек есть. Ник Ильич, насколько вы довольны его тем, что он выздоровел? Ну, я уже сказал, что он старался, все, но понятно, что он не в лучших кондициях. Но какие претензии, если человек подыграл 90 минут и не просел ничего, ввел один. Ну, понятно, все мы люди, и тут сложно, если бы он месяц пропустил, и тут вышел бы в эту феерическую. Это я был бы удивлен. Вы начали с пресс-конференцией, сказали, что обстановка вокруг команды сделает вас сильнее. А что вы имели свою возможную отставку, как говорят, или смену владельцев? Мы вообще ничего не знаем. Мы работаем, мы пашем, но я просто вижу, что какая-то идет такая возня, вот эта шелуха, эти статьи непонятно. Но поверьте мне, что, чтобы не делалось, мы дадим бой, и никто руки опускать не будет. Динамо, будем биться до конца. Гонка за чемпионство не закончена в последней ничьей. Еще 10 туров, правильно? Это, я считаю, вот эта ничья, она как бы выгодна именно Батэ, потому что оба конкурента потеряли по два очка. Ну, я опять же говорю, что еще у нас личная встреча, еще Батэ будет тоже с Шахтером играть. Ну, еще матчи, поэтому... Спасибо, я думаю, что... Федерацию мы будем держать напряжение до конца. Спасибо тебе. До свидания. Продолжение следует...